приветствую зрителей своего канала зовут меня владимир бывалый путешественник и эти выходные мы проведем с вами в лепые посмотрим на лепые немножко другими глазами моими глазами и так лепая вне сезон напомню что лепая находится на территории латвии латвия это одна из северных европейских стран мега позитивная и обязательно рекомендована для вашего посещения однако если вы проживаете в латвии то поздравляю вас вы живете в самой позитивной стране евросоюз в латвии и сегодня мы с вами отправляемся в лепую лепая вне сезон она также прекрасно как и в сезон на моем канале можно видеть чем можно здесь заняться когда сезон лепые ские пляжи и так далее но сегодня мы поговорим о зимней депрессии когда зима все завалено снегом холодно и хочется чего-то на выходной день чем интересная лепая тем что это ближайший город городу рига и поверьте тут есть что посмотреть а в этот раз мы будем смотреть немного как вы видели ранее мы посмотрим форты зайдем в один из как мне показалось интересных музеев города лепые чем он интересен тем что в этом музее практически всегда происходят выставки и неважно когда вы посещаете этот музей конечно же это краеведческий музей города лепые и там есть интересные артефакты которые важны для латвии а помимо этого периодически происходит выставка здесь на ваших мониторах выставка поддержку украины как мне показалось она своеобразная интересно конечно не сравнить с центром марка ротки в долгов пилсе но в долгов пилсе есть свои фишечки а в лепые свои и сегодня мы займемся изучением этих фишечек и так лепые вне сезона и итак добрались мы до лепые ехали мы из риги и надо сказать и зарядно проголодались поэтому что интересно в лепые очень много тематических кафе недорогих кафе как нам показалось средний чек на одного человека составлял примерно 8 евро но смотрите как это было он тураж на это практически в самом лепые панны по моему называется кафе очень прикольно было посидеть у открытого камина погреться и надо сказать мы были в лепые несколько дней три дня и что-то особо рекомендовать вам не будем там не так много мест где можно покушать поэтому посоветуем посетить все места и потому что везде где мы кушали в лепые нам очень зашло и было очень вкусно остановились мы отель лива об этом сейчас не будем есть отдельные видеоролик с обзором но очень рекомендуем 68 евро стоил номер в отеле вместе с завтраком мега комфортный даже со своим спортзалом вот и вот мы вышли с утречка и решили бы прогуляться по городу лепые ну если кто не в курсе то лепая вполне могла быть столицей латвии даже какое-то непродолжительное время она и было поэтому для того чтобы как можно больше узнать об этом месте я бы рекомендовал посетить краеведческий музей сейчас мы практически у входа то есть видим всякие рабочие артефакты церковную утварь памятники советского периода и даже там бивнем какого-то либо мамонта либо кита но справедливость ради надо сказать что он спонтанное посещение мы прям не готовились приехали в репы куда бы нам пойти а пойдем-ка мы в краеведческий музей почему потому что никогда не были и уверен что для многих из вас это тоже впервые что интересно он мне понравился с архитектурные точки зрения во первых он очень в хорошем состоянии во вторых в зависимости от вашей специальности профессии каждый здесь будет видеть что-то свое может быть вы швея увидите какие-то вещи на гобеленных может вы плиточник увидите отличную изразцовую плитку может быть вы оружейник увидите прекрасно сохранирующиеся оружие и так далее каждый безусловно найдет что-то но мне хотелось бы почувствовать лепую с исторические и может быть артефактные стороны значит довольно богатая коллекция средневековья как мне показалось и в довольно хорошем состоянии то есть мы видели украшение оружие древних латышей ну или тех ребят которые были на этой территории в то время для лепы мне кажется довольно богатая коллекция вот один из залов эта история латвии и доставил определенное удовольствие посмотрев почитав к сожалению мы не взяли экскурсовода и я думаю наверное это жаль с экскурсоводом все-таки зашло гораздо лучше бы понравились мне вот эти вот изразцовые камины но это просто супер посмотрите в каком они состоянии и это действительно настоящее достояние латвии такого рода камины они все в реестрах как правило и все пересчитаны и хранятся на должном уровне всевозможных оружий там стеклянных купок грамот у каждого стенда можно стоять буквально минут по 20 и изучать тематически о чем идет речь городской музей был открыт как говорят 30 ноября 24 года в залах музея находится порядка 1500 экземпляров экспонатов прошлого который повествует алеппы а южным курзом и в частности древняя история это те экспонаты которые базируются здесь постоянно и но в частности для себя я увидел витражную технику кессоновые потолки мне они показались очень интересными также наш паркет латвийские то есть это скажем так историческая латвия в деталях то есть ты смотришь на эту детальку это то что не будет в португалии в испании нас есть свой архитектурный какой-то такой стиль вот например витраж наши витражи были когда-то известно на весь мир конечно учились мы этому немцев и они ничуть не уступают каким-нибудь собором в германии например свое время мы тоже были частью ганзейской архитектуры на нас влияло искусство германии тогдашние да и поэтому очень многие вещи мы оттуда перенимали а надо сказать что и музей спроектировал немецкий архитектор как же его звали дай бог памяти эрнест фон и не честно говоря мне это ни о чем не говорит я ранее не слышал ни о чем подобным вот как мне показалось очень мало артефактов царской россии и в частности я бы делал бы акцент на посещение лепа и петра первого вот здесь я этого почему-то не увидел хотя петр 1 лепа это прям то с чем надо связывать также я не увидел ничего подобного о посещении например шведского короля то есть опять же ну мне кажется это часть истории а вот паркет и порталы вот это наша латвийская история посмотрите на эти порталы и сосны и хоть национальным деревом нас является дуб но очень интересно резьба по дереву именно из сосны и в частности здесь очень много скажем экспонатов художника который работал по дереву латвийский художник это микки лес пансюкос или пансюкс как-то так он называется и вот эти все детальки орнаменты смотрите это готика в дереве готика в сосне блин это эстетически мне доставило удовольствие это лестница очень трудно и что-либо с чем сравнить но если вы конечно же насытились немецкой архитектуры то да конечно здесь она читается во всем но латвия это знаете такое пограничье она что-то черпала из империи россии что-то из европы и вот мы такие пограничники которые везде по чуть-чуть что-то брали и на основе этого формировали свою культуру и поэтому когда мы гуляем здесь мы можем видеть вот например рамку французскую да а лестницу немецкую вот такая сборная солянка но тем не менее это является достоянием латвии ну вот хочется ходить по краеведческому музею и насыщаться латвии и истории латвии вот и тут она представлена вот в этих экспозициях еще раз говорю жалею что не взял экскурсовода и поэтому конечно же леплю какую-то отсебятину но тем не менее это мои эмоции тот человек хотел увидеть латвию он увидит ее вот так как вы видите это латвия моими глазами но точнее даже не латвия а краеведческий музей города лепы и здесь есть такие интересные хорошо сохранившиеся экспонаты которые мне было интересно лицезреть мне понравилось вот это оформление она чем-то перекликает знаете 3d и как бы свет времен ты как бы возвращаешься в историю но тем не менее находишься в современном здании и здесь собраны какие-то вещички которые интересны для латвии точнее не интересно для латвии а латвия того периода и прикоснуться к таким вещам почувствовать энергетику этих вещей безусловно интересно что мне интересно то что здесь есть запах запах латвии то есть эти вещи ты можешь чувствовать здесь не свежая покраска не какая-то патина фальшивая а здесь действительно латвия в маленьких деталечках то есть я когда нахожусь здесь и смотрю на эти вещи я вполне верю что это латвии это то что относится к латвии и когда ты путешествуешь и тебе хочется видеть латвию в детальках вот например политические деятели 1 латвии есть специальный зал где ты можешь посмотреть всю историю латвии в деталях в картинках он интерактивный но это действительно нужно хотеть этого делать мне больше хотелось посмотреть на искусство что-то в этом искусстве увидеть свое посещаем музей например марка ротки центр марка ротки вдова попился я уехал оттуда с определенной эмоции здесь я тоже пытался найти какие-то вещички которые бы мне понравились я увидел здесь мужичка который собирает эту коллекцию эту экспозицию я увидел как он это делает со стороны мужчина действительно старался но искусство такая штука которая говорит не надо ничего ты либо испытываешь какую-то эмоцию либо ты не испытываешь эту эмоцию и это не зависит от художника это зависит больше от твоего внутреннего состояния от богаты скажем твоей внутренней культуры вот эта выставка она посвящена украинцам которые потеряли свой дом ну вот с этой яичной шкурлупой я наверное понял да количество разбившихся яичек и количество тех яичек которые пытаются на этом кривом столе удержаться наверное что-то такое есть вот как то так интересное изделие из сосны потому что я понимаю в каком году это было сделано понимаю как это было сделано и вот это столько много ручного труда в деталях это настолько успешно отреставрировано и успешно сохранившаяся часть что вот это можно смотреть вечно на это может смотреть вечно посещу ли я еще раз краеведческий музей а думаю нет но я как мастера я занимаюсь кстати ремонтом строительством интерьером дизайн и я здесь увидел кое-какие фишечки которые мне помогут в моей работе которые мне помогут сформировать картинку о латвии очень интересно вот эти потолки и кессоновые потолки и палочные потолки и они очень интересны тем что это не голландия не германия а здесь есть наши латвийские нотки которые я как мастер увидел мне влепые смотрите какая отделка от колса видите отделка шва такие вещи как правило в амстердаме где-нибудь в бельгии но в риге что прям в изобилии таких вещей то редко здесь очень большое количество петровской архитектуры то есть если вам нравится зодчество если вам нравится барокко в принципе такой деревенская легкая порог то эта тема что интересно здесь опять же в одном городе очень много конфессий то есть старинных именно костлов православных храмов куда можно прийти посмотреть и в среднем как мне показалось одна ночь два дня здесь прямо рекомендовано посещение средняя стоимость отеля 50 евро номер средняя стоимость питания разового питания одного человека порядка 8 евро опять же цены этого года и вне сезона но в целом это дешевое провинциальное путешествие с точки зрения тех кто любит архитектуру старую историю и что интересно здесь можно прогуливаться и видеть много стилей то есть если внимательно приглядываться то здесь довольно прикольно также художественные галереи театры выставки если подготовиться заранее то здесь есть чем заняться если приехать сюда спонтанно довольно будет сложно потому что в силу того что это провинциальный городочек организации туризма здесь нету если вы даже в центре зайдете в центр туризма то скорее всего получите такую же пачку брошюр как вам дадут в любом отеле и вряд ли это вам как-то поможет конечно здесь промозглая зима сейчас но из приколов то что здесь есть несколько спа они тоже крайне дешевые и есть ну и в целом до лепо это такое провинциальный городишко и а я сам живу в латвии и вот ну нет возможности например куда-то уехать сейчас надолго и это низкое бюджетное путешествие вне сезон с целью как-то разбавить свои осенне-зимние эмоции для того чтобы внести какие-то яркие краски мать и прогуляться например по базар чеку приобрести какой-то деликатесе вот в лепо есть такая штучка которую нельзя купить в другом городе риги она есть увидеть какой-то архитектурный элемент встретить какого-то замечательного человека посидеть в какой-то кофе юшки позитивность добавляет то что творчески вы всегда найдете себе развлечение а лепая вообще так на минуточку это мека концертной деятельности сюда очень много кто приезжает здесь очень много каких выставок периодически каждые выходные ты можешь туда приехать и увидеть что-то интересное что происходит в провинции латвии и каждый раз когда ты приезжаешь сюда погуляв по морю покушав в ресторанах посетив спа ты едешь в ригу отдохнувшись и это для действительно для тебя небольшое путешествие выходного дня для того чтобы просто сменить картинку для того чтобы получить какую-то эмоцию ты увидишь даже в витрине ты увидишь ее в тарелке супа которую ты попробуешь ты получишь ее в отеле в сервисе это лет но это же необычайно вот например отель лива насколько красиво там можно сделать высококачественный сервис при такой ну просто бесстыдно низкой цене 50 60 евро стоит номер на два человека который в любом другой части земного шара будет стоить несколько сотен походить по северным фортам здесь же есть какая-то романтика представляете вы со своей второй половинкой или даже с детьми побегая по этим заброшкам по этим развалинам обязательно получите какую-то эмоцию обязательно промерзнете обязательно захотите посетить то самое кафе с камином и все вместе вот по ароматику по сюжете по эмоции вы соберете свой букет зимних ощущений и вот с этим букетом цветочков вы возвращаетесь в ригу отдохнувшись получив совершенно новые эмоции от простых вещей от теплоты тех людей которые окружают а латвия напомню это одна из позитивных стран евросоюза вы вряд ли здесь встретите негативную эмоцию поэтому путешествовать по латвии и собирать много позитивных эмоций особенно вне сезон в зимних условиях это занятие крайне важное и необходимое то есть когда мы приезжаем на северные форты летом это место самого экзотического пляжа в латвии а сейчас это место чем-то напоминающая тоску и скуку по теплым дням латвия напомнит северная страна здесь не так много практически от 60 до 90 теплых дней и очень скоро к нам придет лето мы будем наслаждаться нашими пляжами а сейчас мы просто разбавляем зимнюю хандру но я думаю что я смотивировал вас для посещения лепые но пробуйте лепую маленькими дозами и маленькой ложечкой приехав в лепую посетите пожалуйста одну спа один краеведческий музей все остальное оставьте на путешествие выходного дня для следующего раза в лепую можно приезжать годами и она не надъедает но надо смаковать лепые маленькими дозами маленькой ложечкой накопить большой букет эмоций и отправиться в ригу для полноценной рабочей недели вы будете готовы с вами был владимир на сегодня все всем добра и позитива пока